Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ. 80 лет с начала Второй мировой войны Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ. Полночь 18. РИА Новости. Мариус Баранаускас. Ковенская крепость в Каунасе. Архивное фото. РИА Новости. Мариус Баранаускас. Москва. Один авг. РИА Новости. Министерство обороны России впервые обнародовало рассекреченный документ о зверствах гитлеровских оккупантов и местных карателей в Каунайской области Литвы в годы Великой Отечественной войны. На сайте Российского военного ведомства в новом разделе, посвященном 75-летию освобождения второго по величине города Литвы Каунайса от гитлеровцев, опубликован составленный 17 июля 1944 года акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков и литовско-эсэсовской организации «Смовчики-Душители» в местечке Меречь А Литовского района Каунайской области Литовской ССР. 13 июля, полночь 9. Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса. Согласно документу, организация «Смовчики» с первых дней германской оккупации в 1941 году была организована гитлеровцами из нескольких местных жителей, ставших предателями своего народа. Только за несколько дней ноября 1941 года карательные отряды эсэсовцев после жестоких издевательств и пыток уничтожили около 900 человек, в том числе стариков и грудных детей. Многие из них были закопаны или сыжены живыми. На рабский труд в Германию были угнаны около 200 человек. «Постоянными обысками, облавами, арестами оставшееся население держалось в постоянном страхе и рабском исполнении любых затей оккупантов», говорится в акте. Как отмечают многие историки, опирающиеся на архивные документы, прибалтийские, и в частности литовские, коллаборационисты ответственны за наиболее кровавые злодеяния времен Второй мировой войны. Литовские батальоны принимали участие в карательных акциях на территории Литвы, Белоруссии и Украины, сопровождавшихся массовыми убийствами местного населения. Так, 25-29 июня 1941 года литовские националисты устроили Каунацкий погром, в ходе которого, по разным оценкам, были убиты несколько тысяч евреев. 22 июня, 3-42 Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости.